всем привет сегодня видео про напольные покрытия и если вы собираетесь делать ремонт рано или поздно столкнетесь с вопросом а что же укладывать на пол чаще всего это дерево вот сегодня поговорим какие материалы можно и нужно укладывать на пол поехали сегодня я в гостях у антона мухортикова это директор amix group и он мне будет сегодня помогать отвечать на мои вопросы которые касаются а что же укладывать на пол кстати компания amix group занимается поставкой этих различных материалов для вашего ремонта и не только но сегодня про напольные покрытия хорошо конечно у нас есть пять вариантов напольных покрытий в которые каждая имитирует дерево да и сегодня мы про них поговорим почему я хочу рассмотреть все материалы когда к нам обращается клиент мы рисуем ему красивую картинку на которой мы глазами видим деревянный пол а вот из чего он непонятно и нам всегда задают вопросы а что лучше ламинат или паркет но здесь у нас пять вариантов покрытия и мы поговорим про все про все материалы которые имитируют пол и так что это может быть давай по очереди вот справа тебя это что это массивная доска так называемая то есть цельный кусок массива вот это дерево чистое это первый вариант второй вариант это паркетная доска также существует различные разновидности есть еще инженерная доска мы немножко не тоже поговорим следующий вариант это ламинат в общем-то всем знакомый и понятный вот поговорим сегодня о нем кварц винил это старый материал но его сейчас скажем так активно начали использовать поэтому я считаю что он тоже достойно нашего внимания ну и последний материал который а мы сегодня рассмотрим это керамогранит это пять вариантов которые можно уложить на пол и которые имитируют либо ну имеет натуральную текстуру дерева то есть если я в своем дизайн-проекте нарисовал деревянный пол то я могу его сделать из массивной доски я могу его сделать из паркета на паркетная доска из ламината из кварц винила из керамогранита и все эти материалы будут имитировать деревянный пол да ну они в той или иной мере будут лучше или хуже его имитировать но в целом да внешне это будет как деревянный пол да вот это да наверняка они чем-то отличаются но вот по крайней мере каждый из них по толщине отличается то однозначно потому что кварц винил он очень тоненький а массивная доска она очень толстая давай тогда поговорим о физических свойствах каждого материала и из чего они состоят как они выглядят какой толщины я думаю что это важно особенно для строителей которые будут их укладывать ну по крайней мере если на кухне у нас плитка а в зал мы берем кварц винил то по толщине они уже будут разные и при ремонте это нужно учитывать чтобы вывести все в одну плоскость давай начнем опять тогда с массивной доски потому что это стопроцентное дерево да это стопроцентное дерево и я думаю что мы сейчас пробежимся по толщинам и тут же нужно наверное сразу же про способы укладки говорить потому что зависимости от способа укладки нужна определенная подложка под каждый из этих из этих материалов ну либо некоторые конечно из подложки например ламинат укладывать но так или иначе чтобы у зрителей создалось полное впечатление о толщине пирога так называемого то мы поговорим сначала о толщинах материалов и затем о способах укладки каждого из этих материалов ну давай это массивная доска 100 процентов дерева да ну из названия понятно что этот цельный кусок абсолютно дерево то есть она довольно толстая укладывается она на фанеру и она обязательно приклеивается к основанию то есть нет возможности как например паркетную доску положить плавающим способом из-за этого она имеет довольно большую толщину поэтому это необходимо учитывать при покупке но естественно ее главным плюсом является то что это натуральный цельный кусок дерева но об этом мы еще поговорим когда наверное будем рассматривать экологичность материалов теперь давайте поговорим о паркетной доске паркетная доска отличается от массивной доски тем что в первую очередь у нее гораздо меньше полезный слой дерева здесь сверху идет шпон он в данном случае у нас порядка трех миллиметров всего он наклеен на основание которое состоит из недорогих пород дерева то есть в данном случае это сосна может быть там даже береза и так далее то есть паркетная доска она тоньше чем массивная доска да она чаще всего тоньше идет но это зависит от производителя потому и фактически это такой некий пирог сразу же в основании которого грубо говоря фанера но это не фанера конечно но это хвойные породы на которые наклеен кусочек дерева толщиной тут сколько 3 миллиметра наверно чем она принципиально отличается от массивной доски тем что здесь это цельный кусок дерева здесь это сборный кусок дерева с ценной какой-то породой наверху то есть это имитация по большому счету массивной доски но когда это лежит на полу то есть фактически для нас это дерево то есть разницу ну заметить на самом деле очень сложно потому что для этого нужно разбирать чтобы посмотреть что там внутри зачем тогда брать массив массив берут для того чтобы он служит дольше потому что его можно циклевать то есть процесс циклевки то есть это снятие верхнего слоя дерева для того чтобы его отреставрировать ну то есть мы снимаем верхний слой снова покрываем лаком маслом ну то что нам больше нравится и у нас собственно как новый на сколько раз можно циклевать но вот при пока не сточится да пока не сточится в ноль условно говоря конечно полезный слой то есть по идее мы не можем циклевать но дальше чем у нас расположен шип то есть вот в данном случае у нас тут порядка наверное ну может быть 6 где-то миллиметров вот я думаю что такую массивную доску можно циклевать около трех раз вот потому что дальше уже мы попадаем шипы дальше собственно циклевать уже нельзя потому что вот здесь вот ну закрепляются скобы то есть дополнительно клею фиксируется паркетная доска мы же можем циклевать и паркетная доска есть с толстым слоем шпон на то есть паре ну там порядка 8 миллиметров и в этом случае мы единожды можем ее циклевать тоже вот до ладно 8 миллиметров есть есть паркетный доски да столщиной шпона можно и 5 раз оцикливание 5 раз мне не удастся отсек ливать на самом деле потому что ну сама доска имеет там неровность какую-то и так далее поэтому вообще паркетная доска 8 миллиметров полезного слоя дерева никогда не видел есть есть я видел то есть и а делают где-то индивидуально на фабрике делается такая паркетная доска мы с ребятами и работали из чего уже далеко пошел из чаваксар. Они фигачили 8 мм слой шпона специально для того, чтобы ее можно было отциклевать один раз. Каким способом укладывается паркетная доска? Она укладывается чаще всего плавающим способом. Это значит на подложку? Да, она укладывается на подложку. Подложка может быть пробковая, либо может быть полипропиленовая подложка, но обязательно на выровненное основание. Естественно, она должна быть обеспылена, чтобы никаких проблем не было. Вот это укладывается на фанеру, приклеивается. А вот это на фанеру или на стяжку? Она укладывается на стяжку через подложку. Но можно и на фанеру? Да, ее в принципе можно на фанеру укладывать. То есть такой способ тоже существует, но на самом деле это просто удорожание существенное. А приклеивать ее же тоже можно? Да, приклеивать ее тоже можно. Я насколько понимаю, что если мы не приклеим, то мы циклевать не можем или можем? Плавающий пол. Плавающий пол мы циклевать, конечно, не можем, потому что он... Ну, то есть надо приклеивать. Да, в этом случае надо приклеивать, если у нас там... Но опять же, На моей практике, честно скажу, я не видел, чтобы кто-то циклевал все-таки паркетную доску Несмотря на то, что даже есть с толстым слоем шпона 5 мм слой шпона есть у паркетных досок 8 мм, ну вот это максимально, что я видел В общем, это у нас натуральный материал Это у нас наполовину натуральный материал Он практически, наверное, даже не наполовину, я бы сказал, но на 98% натуральный Потому что здесь просто клей присутствует Но клей этот на натуральной основе, как заверяет производитель Поэтому как бы тоже 100% натуральный материал Ну, на фанеру ругаются, говорят, что там формальдегидные смолы То есть фактически мы здесь получаем эти смолы Ну, здесь у нас нет, дело в том, что как таковой фанеры То есть здесь у нас есть, вот он, получается, сразу же видно, что это массив Вот, это же массив А у тебя сертификаты есть? У этой компании точно есть Вот это барлинок, да И здесь же, получается, у нас, смотрите, здесь у нас тоже массив дерева То есть это тоже сосна Ну и, соответственно, полезный верхний слой Если мы говорим с тобой о фанере, вот она как раз присутствует у нас в инженерной доске Инженерная доска это материал, который сейчас становится популярнее даже, чем паркетная доска Вот, то есть все то же самое, по большому счету, да Только у нас вот вместо вот этого среднего слоя находится Фанера, конечно, находится там, вот в среднем слое вместо сосны Почему она становится популярнее? Потому что фанера, она имеет гораздо больше слоев А это значит, что она гораздо более устойчивая То есть дерево, ну, оно имеет свойство, да, крутиться То есть у него, в зависимости от температурного, влажностного режима Оно его начинает сводить, скручивать И вот такая вот сосна, даже вот такие вот маленькие плашки сосны, которые мы здесь с вами видим То есть они все равно этому подвержены И поэтому паркетная доска, она менее устойчива Это натуральные материалы Теперь мы поговорим про имитацию дерева И это в первую очередь ламинат Ламинат продается везде и повсюду В любом строительном магазине Ценовой сегмент от 200 рублей до 2000 или 3000 Что это такое ламинат? Ламинат это, по большому счету, материал, который состоит из следующих слоев Прямо сразу про состав говорим У него есть нижний слой, так называемый Он бывает там с какой-то звукопоглощающей подложкой и так далее Но по большому счету это просто слой, который держит нашу конструкцию Далее это плита МДФ То есть это плита, ну это сильно спрессованное дерево высокой плотности Древесная пыль Да, древесная пыль по большому счету Далее это идет декоративный слой То есть это слой, на который, собственно, нанесен наш рисунок То есть на плиту МДФ, которая толщиной 6 мм Вообще там бумага, на которую нанесен рисунок Эта бумага наклеена на плиту МДФ И потом эта бумага сверху закрыта пленкой Ну, ламинированной Да, ламинацией Поэтому называется ламинат Да, и вот на этой пленке в некоторых случаях уже продавливают какую-то текстуру под дерево Делают деревянный рисунок Ну да, то есть имитация Вот в данном случае у нас небольшая текстура на вот этом ламинате также присутствует То есть ламинат это 100% искусственный материал Нет, ламинат это не 100% искусственный материал Так как в нем все-таки большую часть занимает плита МДФ А плита МДФ это фактически Бывшее дерево Да, это бывшее дерево Немножко переработанное Да, с определенными смолами и клеем Вот, то есть поэтому я не могу сказать, что это материал на 100% ненатуральный Или на 100% натуральный Производители говорят, что он вообще никаких там, ни смол, ничего не выделяет Наверное, так и есть Вот, ну по крайней мере ламинат используется повсеместно Вы это точно знаете И вы сами можете его Может быть просто из-за цены Да, да Он существенно дешевле, чем паркетная доска И уж тем более, чем массивная Ну да, однозначно И способ укладки, кстати, ламинат такой же, как у паркетной доски То есть это плавающий способ Его... На подложку Да, его кладут на подложку Но его к основанию никогда не клеят То есть его всегда укладывают плавающим способом Следующий материал это кварцвинил Кварцвинил По кварцвинилу нужно сразу сказать, что существует два основных вида кварцвинила Это клеевой и замковый В данном случае у нас здесь клеевой материал Он чуть тоньше, чем замковый Замковый материал имеет толщину порядка 6-8 миллиметров В зависимости от производителя И ну и от толщины подложки У кварцвинила основной, скажем так, слой Ну, чем он отличается, допустим, от ламината В данном случае То, что здесь идет кварц в составе То есть и это, ну, как позиционирует, опять же, производитель Это абсолютно натуральный материал, который имеет в составе кварц Там смолы хвойных пород деревьев, ну и так далее Также у него есть декоративный слой То есть это также слой, на котором, собственно, напечатан рисунок И также у него есть определенная ламинация, которая задает, собственно, прочность этого Это тоже бумага наклеенная? Ну, я не буду утверждать, что вот здесь в данном случае точно бумага прямо Мне кажется, что здесь все-таки печать идет уже на какой-то подложке Ну, не бумажный По крайней мере, я знаю, что в ламинате точно у некоторых производителей используется бумага, которая закрыта ламинацией В данном случае, может быть, здесь какой-то другой материал используется Потому что вот я вижу, что он какой-то толстенький такой Не похож на бумагу Ну, в общем, вот этот вот приклеивается И в основном, вот сколько мы использовали в проектах, он весь был клеевой Не всегда, даже в ваших проектах мы часто используем замковый О, как! Да, да, были у нас проекты с замковым, насколько я помню Вот, поэтому, то есть, разница в чем? Они немножко отличаются по цене Если клеевой у нас стоит порядка полутора тысяч за квадратный метр То замковый немножко подороже, он около двух уже тысяч за квадратный метр Ну, за счет того, что здесь дополнительный появляется слой и замковое соединение Я, кстати, 6 миллиметров, наверное, мало сказал Мне кажется, что все-таки они 8-миллиметровые стандартные идут Да ни в чем себе не отказывай, бери больше Могу поправиться, когда угодно Да, по-моему, порядка 8 миллиметров они идут, потому что там есть замок И, соответственно, использовать можно и тот, и тот Скажу так, физическими свойствами обладают они одинаковыми И главное свойство вот этого материала – это влагостойкость Ну и просто тут кому как А, давайте о способах укладки поговорим Вот этот материал, клеевой, он требует идеально выровненного основания Почему? Потому что он тонкий, ну, то есть он совсем тонкий То есть любой бугорок, он его обогнет и на полу будет Да, будет очень хорошо, это видно Клеевой, он, как бы, как говорят, требует, ну, меньших, скажем так, усилий, да, по выравниванию И там можно подложку положить под него, ну, по крайней мере, кто-то это делает Но все-таки 8 миллиметров и он тоже так же вот гнется практически То есть я рекомендую и под клеевой, и под замковый выравнивать основание просто до идеала Чтобы все было красиво То есть ламинат, он может скрыть какую-то неровность? Здесь просто в эластичности материала, да, то есть ламинат, он у нас не гнется Соответственно, он, как бы, будет лежать ровным слоем Но я под любое основание, под любой материал, да, надо выравнивать Но все-таки вот эти материалы, они могут скрыть, да, то есть в данном случае Когда мы, допустим, укладываем массивную доску Укладывается сначала фанера, она циклюется, чтобы выровнять ее И потом только массивная доска Здесь, ну, здесь получается подложка и наша паркетная доска То же самое, подложка и ламинат, они твердые А этот материал мягкий, он прямо обогнет, как ты сказал Ну, в общем, когда мы укладываем какой-либо материал Какой-то из материалов, в частности доска, инженерка Точнее паркетная доска Да, паркетная доска И даже ламинат То есть они могут скрыть некоторые огрехи Чернового, напольного вот этого покрытия Там стяжки То есть в стяжке, например, может быть какая-то ямочка Да, ямка И вот этот материал спокойно выдержит, ляжет спокойненько А этот туда Просто продавится в ямку Вот, такие особенности материала Но мы еще об этом поговорим И пятый материал, который имитирует дерево Это керамогранит Это совершенно другой материал Вообще по свойствам Но тем не менее, с его помощью мы тоже можем имитировать дерево Причем есть такие производители, у которых вообще не отличишь Да, очень хорошо От настоящего дерева Да, то есть керамогранит сейчас существует просто огромное количество разновидностей керамогранита под дерево Здесь представлен только один производитель Но их сейчас, наверное, можно сказать, что сотни, а может быть даже и тысячи производителей Которые это делают И делают это порой действительно очень хорошо Принципиальное отличие этого материала от всех остальных материалов Что это, значит, керамическое, по сути, изделие Которое включает в себя полевые шпаты различные и так далее Но не будем углубляться в составы В общем, это плитка Да, это просто плитка Которая приклеивается на пол И под нее тоже нужно выравнивать стяжку? Нет, под нее стяжку не нужно выравнивать Потому что она приклеивается на пол с помощью клея Ну, плиточный клей И вот... Выравнивать же надо? Выравнивать надо, но плиточный клей, он бывает до 5 мм Соответственно, до 5 мм какие-то неровности Он может спокойно сглаживать Вообще, честно говоря, бывает, что и до сантиметра строители делают клей Но ты сейчас расскажешь До сантиметра Всякое случается, я видел многое Поэтому... Но суть такая, что здесь гораздо, ну, скажем так, можно Как это, безалабернее отнестись к стяжке Нет, я не согласен категорически Потому что если пол подготовлен криво То это перерасход клея Клей может плитку втянуть И получится, что одна ниже, другая выше Получится... Я с тобой полностью согласен Я просто говорю о том, ну, как это обычно бывает на стройках Вот, то есть... Так, у нас на стройках все нормально бывает Так что я не знаю, на каких стройках Антон строит Я на разных бываю Понимаешь, мы же работаем и с застройщиками А там все совершенно по-другому А ты, кстати, как раз делаешь обзоры новостроек Вот сейчас тут вот появится видео, да? Да И ты же сам бываешь на объектах и видишь, что от застройщиков мы получаем порой От застройщиков то, что мы получаем, мы всегда ломаем и делаем заново Но застройщик не кладет керамогранит в квартирах Ну, почему? В санузлах он иногда делает? Нет Не делает? Нет, просто красит стены и все Ну и так сойдет В мобах кладут В мобах, да, да Вот там они кладут Ну, в общем, суть такая, что... И иногда у них получается Мы пришли с тобой к соглашению, что под любое основание необходимо выравнивание пола Правильно? Да, идеально Идеально Потому что это будет влиять и на эксплуатационные характеристики, и на срок службы, и на то, как это выглядит И на раны на ваших ногах Давай сейчас вот о чем поговорим Мы так и не решили, а что же взять? Допустим, я для себя хочу выбрать какой-то материал И я не знаю какой У пола у меня должен быть деревянным, визуально Так вот, плюсы и минусы этих материалов С чем я столкнусь? Я думаю, что нужно начать, наверное, с цены